Аббас Галямов, российский политолог и политехнолог у нас в эфире. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как в прошлом сотрудник радиостанции «Эхо Москвы», это имя и вообще этого человека узнал довольно давно. В 2005 году, почти 20 лет назад, он занимался травлей журналистов «Эхо», конкретно дежурил у входа на нашу радиостанцию, наверняка вы помните, где это было, на Новом Арбате, и забрасывал помидорами, например, Юлю Латынину, замечательную журналистку. И потом он вел ЖЖ, довольно популярный ЖЖ, и мы все читали этот ЖЖ, потому что там он грозился от помидоров перейти к оружию. В конце концов, он действительно обзавелся оружием, но почему-то обстрелял офис «Единой России», а не «Эхо Москвы». Давайте немного об этом человеке. Когда вы Аббас о нем впервые услышали, и что это за Морозов такой? Ну, я услышал о нем, как и подавляющее большинство тех, кто, знаете, не вникал во внутренние конфликты, которые имели место в пределах того, что называется «Садового кольца», я смотрел на политику чуть более широко. Значит, уже после начала войны, примерно с лета 22-го года, вот этот феномен военкоров оформился. Значит, когда стало понятно, что война идет совсем не по путинскому плану, когда стало понятно, что официальная пропаганда лжет, вот тогда люди, в том числе и лоялисты, бросились искать альтернативные источники информации, и в качестве такового источника оформились вот эти военкоры, когда они стали по-настоящему массовыми, когда у них появились сотни тысяч, в некоторых случаях даже миллионы читателей. Вот, тогда имя озаботился, ну, то есть, тогда на них обратила внимание общественность, тогда имя озаботился и Кремль. Был конфликт примерно, мне не изменяет память, где-то в районе августа 22-го года между властями и этими военкорами, когда прокуратура, значит, военная прокуратура, нет, по-моему, даже Министерство обороны обратилось в военную прокуратуру с жалобой на некоторых этих военкоров, значит, и они вдруг с ужасом для себя поняли, что они, при том, что они, так сказать, патриоты, они там украинцев подназывают не иначе, как хохлами и так далее, и так далее, и им казалось, что, ну, мы-то свои, да, а тут вдруг они узнают, что их под той самой статьей о дискредитации российской армии собираются привлечь, как и, так сказать, вот этих проклятых либералов, в которых они, как вы говорите, помидоры накидались, вот, и для них это был шок, конечно, вот эта реакция была такая, как же так, нас-то за что, так сказать, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, вот, и тогда они, в общем, легли под власть, ну, то есть они сигнал считали, значит, по-настоящему мужественных там, там, в принципе, не нашлось, и в том числе этот Мурс, в общем-то, долгое время выдерживал, значит, придерживался официальной линии, вот, ну, в общем, примерно тогда я вот о нем узнал, да, значит, ну, а если говорить об истории дальнейшей, то там год где-то они были лояльными, они, в общем, ну, там, Кремль использовал против них векнут и пряник, да, сначала пригрозил прокуратурой, а потом Путин с ними встретился, так сказать, не зашел там, потрепал по щечке, значит, поговорил по головке, вот, и после этого они разделились, ну, часть из них совсем такая уже, знаете, типа Сладкова там, ну, практически ничем не отличающаяся от Соловьева, значит, такие пропагандисты, совсем уже просто вот озвучивающие официальную точку зрения, добавляя туда, там, каких-то, знаете, бытописаний там из окопов, да, где, вот, смотрите, я здесь, я все вижу, вот, ну, а какая-то часть в каких-то критических ситуациях, вот, когда, как в случае с Авдеевкой, ну, пропагандистская ложь начинает, так сказать, нежное сердце ранить слишком сильно, но они позволяли себе какую-то, так сказать, фронду, ну, в общем, как-то так вот. Я хочу отметить, что в телеграм-канале Морозова появилось его завещание, все деньги, вырученные от продажи недвижимости его семьи, Морозов попросил отправить на оснащение беспилотниками бригады, в которой он сам служил, также блогер перед смертью опубликовал обращение к главному военному прокурору от некого военного артиллерийского полка 1487, который говорит об острой нехватке вооружения и потерях, отсутствии ротации медицинской помощи. Аббас, а насколько сейчас можно сказать, что такие неподконтрольные блогеры опасны для Кремля? Все-таки, ну, самоубийство, вроде бы, действительно, он сам с собой покончил, ну, а что могут делать с теми, кто не собирается накладывать на себя руки? Ну, вообще, ну, надо еще разбираться, насколько добровольно он, так сказать, наложен на себя руки. В нынешней ситуации абсолютной уверенности в том, что вот все есть так, как нам официально сообщается, ну, как говорится, нет никаких оснований верить российским властям, нет никаких оснований подозревать их в честности и порядочности. Значит, ну, спектр вариантов разный, значит, кого-то, как Пригожина можно, кого-то, как Мурза можно, кого-то, как Стрелкова можно, вот, кто-то, как вот эти названные, значит, Сладкова и все прочие, так сказать, все поймут, присягнут их, можно поощрять, значит, платить им деньги, и, в общем, и гладить по голове время от времени, вот, ну, то есть и кнут, и пряник, это классика жанра. Они действительно опасны для Кремля в каком смысле? Они, понимаете, они же уничтожают вот эту социальную базу, на которую Кремль опирается, то есть люди, которые подозревают, что что-то нам не договаривают, да, ну, то есть в целом лояльны, но начинающие подозревать, что что-то им не договаривают, ну, они вдруг видят, получают подтверждение своим подозрением, да, и доверие к системе у них начинает снижаться, начинается эрозия, и постепенно такая эрозия ведет к нелояльности. Как это бывает, вот мы только что видели, прям у нас на глазах происходила трансформация движения жён мобилизованных, которые начинали, ну, там, меньше полугода еще не прошло, как они появились, и начинали как абсолютно лояльные, а сейчас уже очень нелояльно высказываются о властях. Вот, если поначалу они говорили, значит, мы не против войны и не против мобилизации, просто замените наших мужей чужими мужьями, то теперь они чётко говорят, что нет, чужими мужьями заменять не надо, мы против. Если не против СОО в целом, они, ну, на эту тему не говорят, ну, по крайней мере, мы точно против мобилизации. А по отношению к Путину, у них вообще сервильность, так сказать, пропала, в достаточно грубых формулировках они о нём отзываются, из серии. Какая вам ещё деноцификация и демилитаризация, вы себя-то слышали? Если так хочется повоевать, езжайте на передовую, и воюйте, и сгиньте там. Вот, дословно цитирую. Вот, в общем, в целом же сдвиг вот из лояльных в нелояльные происходит. Вот сейчас, если изначально против войны, по моим оценкам, было где-то 33-35% российских избирателей, то сейчас это точно больше половины. И антивоенное настроение, в общем-то, уже овладевает умами. Люди устали, и им это всё надоело, да, и они уже бессознательно, так сказать, ищут альтернативные источники смыслов, которые помогут им рационализировать те эмоции, которые они чувствуют, переживают, помогут им оформить всё это вербально, идеологически, так сказать, и так далее. И тезис «Власти нам врут», в общем, он играет очень важную роль в этой ситуации. Вот, а Мурсы и прочие вот такие ребята, ну, они как раз и плохи тем, что они говорят, что да, нам врут, и приводят доказательства. И поскольку они там, так сказать, внизу, на земле, что называется, да, в отличие от Соловьёва, ну, доверия к ним у значительной части аудитории больше, чем к условному Соловьёву. Вот, поэтому эти люди вот ведут к размытию, к эрозии базы сторонников поддержки власти, которая без того, на самом деле, уменьшается. Поэтому они ускоряют этот процесс. Поэтому, да, конечно, они нежелательны, конечно, они опасны. Собственно говоря, поэтому и властям приходится по ним бить. Изначально ведь целый год их терпели, вообще против них ничего не делали. Ну, если не считать вот той кампании по запугиванию, на самом деле никто не видел, там, было это уголовное дело или нет. Вот, об этом были просто утечки в телеграм-каналах. Это было вот, повторюсь, летом 22-го года. А после этого, ну, до смерти Пригожина, можно сказать, никаких репрессий в отношении этого лагеря больше не было. Вот. То есть власти понимали, что, конечно, это как бы свои, социально близкие, что нельзя их, так сказать, пугать, нельзя делать так, чтобы они оказались по одну сторону баррикад с сторонниками Навального и прочей радикальной оппозиции. А сейчас власти их, по сути, толкают в объятия радикальной оппозиции. Понимаете? То есть сейчас все эти люди вдруг говорят, ба, так получается, что хотя бы в чем-то, так сказать, Навальный-то был прав, он же давно нам говорил, что власти нам врут. Вот. А теперь мы и сами убеждаемся, что да, врут. И, значит, вот это сближение между сторонниками этого лагеря и противоположного лагеря, оно неизбежно. Такое сближение, собственно говоря, является, предшествует великим революциям. То есть в какой-то момент против режима оказываются условные большевики и условные кадеты, да. Те политические силы, которые друг друга на дух, так сказать, не переносили, но в какой-то момент они вдруг оказываются способными координировать усилия, да. Или там возьмите Великую Французскую революцию. Она случилась только когда условные герцог-орлеанские и условные там последние кабинцы, так сказать, в коротких штанах, вот, тоже вдруг взяли и начали голосовать согласованно в конвенте, в национальном собрании. И вот поэтому это сближение, ну, власти его долгое время пытались избежать. То есть они пытались обойтись без репрессий в отношении этого лагеря. А потом одни других благополучно казнили, как и в случае с русской революцией. Да, конечно. Нет, конечно, конечно. Это сближение, оно не бывает долгосрочным. Потом разногласия берут вверх, и революционный лагерь всегда раскалывается. Ну вот, но, значит, для свергнутого режима это уже, так сказать, слабое утешение, понимаете? Да, для Людовика это уже было неважно. И для Николая II тоже. Это очень интересная мысль, что вы так в перспективу вывели этот разговор. Вот давайте немного сосредоточимся на внутреннем пока конфликте. Упомянули Соловьева. Самоубийство, грех, слабость и поражение. Так прокомментировала смерть Андрея Морозова пропагандистка Юлия Витязева. Ее, кстати, сам Морозов в своем телеграмме часто во многих грехах обвинял. Она участвовала в травле погибшего блогера. Через несколько часов Витязева удалила свою запись. Также опубликовала новый пост с соболезнованием. Вот этот внутренний конфликт. Ваша мысль очень ценная о том, что это сближение. А пока, если об отторжении говорить. Вроде все заданутые, как это называется. Все за эту идею, все за Путина. Морозов самый скорее из каких-то романтиков, реконструкторов. В этом смысле, знаете, он мне напомнил Егора Просвирнина, который тоже с собой покончил за год, за несколько месяцев до войны. Просто вышел из окна. И в этом смысле он, конечно, далек от Соловьева, от Витязевой. Но, тем не менее, вот эта природа их конфликта в чем? Вот таких вот субстанций. В неудачах, в первую очередь, в неудачах. Не случайно же Наполеон, если не ошибаюсь, сказал, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Если бы они победили, как это было в 2014 году во время Крымской весны, то они бы все объединились, взялись за руки, дружно прислали бы вокруг костра, отделили бы добычу. И все было бы хорошо. А тут ведь костра нет. Если костер есть, то в результате обстрела в ВСУ, налетов госплотников в ВСУ, добыча тоже не пахнет, не столько добыча, сколько черные пакеты с трупами. Идет поиск крайнего, все перекладывают друг на друга ответственность. И в этом смысле, ну, просто надо понимать, что конфликты ведь не только вот в этой плоскости, о которой вы говорите, так сказать, лояльные патриоты и нелояльные патриоты, да? Вот. Ну, например, сейчас конфликт между военными и производителями оружия, он уже выплескивает в публичную плоскость. Например, Шойгу приезжает на какие-то военные предприятия и публично там под камеру распекает их руководство, по сути, обвиняя Мантурова, вице-премьера, курирующего производства вооружения, или Чемезова, главы Ростеха, значит, который ответственен за производство вооружения, обвиняя их в том, что они... Да-да-да, вот картинка. Обвиняя их в том, что, значит, вы там делаете оружие не вовремя и не очень хорошее. А недавно так вообще бывший начальник генштаба Балуевский, голос, так сказать, военной корпорации, написал в специализированный какой-то журнал статью, она так цироко разошлась у нас там в телеграм-каналах в России, в которой прямо честно сказал, надо признать, что новейшие образцы нашего вооружения, конечно, очень сильно уступают новейшим образцам вооружений стран НАТО. И, дескать, это глупо отрицать, вот надо это признать, надо с этим работать. Ну что, вдруг Балуевский там в правдорубы подался, значит, свобода слова захотела, нашел время, как говорится. Да потому что крайнего ищет, кто... Вот каждый пытается доказать Путину, что мы-то хорошо воюем, это у нас оружие плохое. А производители оружия, наоборот, значит, дескать, да нет, это вы криворукие уроды, которые воевать не умеют, мы-то вам хорошее оружие поставляем. И конфликты сейчас в разных плоскостях происходят. Вот. Так что вот ничего уникального в конфликте этих, повторюсь, лояльных патриотов и нелояльных патриотов нету. Спасибо, Абас, как всегда, интересно. И зацепимся за мысль о будущем, это ценно. Благодарю вас за это интервью. Абас Галямов, российский политтехнолог, был в гостях у Фридома. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова